Война всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Наш дед Галиулай Ибрагимович Ибрагимов родился в 1903 году в деревне Яныль Кукмарского района Татарской ССР. Работал завтцехом в артеле. Когда началась война, дед был призван на фронт 26 августа 1941 года. Дома его осталось ждать беременная жена и трое маленьких детей. До 2009 года дед считался без вести пропавшим. И только благодаря документам и военным картам Центрального архива Министерства обороны России нам удалось узнать о его судьбе. Попал в школу младшего комсостава, в запасную бригаду, по окончании которой получил звание старший сержант и в феврале 1942 года направлен на Калининский фронт. Передовая проходила на территорию Жевского района, куда он прибыл в пополнение 375-й стрелковой дивизии 30-й армии. Здесь в феврале готовилось крупное наступление – прорыв к Мончаловским лесам, где в окружении с января находилась наша 29-я армия. Судя по боевому донесению, дед погиб 22 февраля под деревней Большое Мантрово в Жевском районе. После этого известия мы всей семьей отправились на место его гибели. Здесь познакомились с местными поисковиками из отряда «Память», с замечательными людьми, с семьей Морозовых. Вместе с ними мы прошли по местам тех боев. К сожалению, деревня Большое Мантрово после войны не восстанавливалась, как и многие другие. По близости от места боя в деревне Сухуша мы нашли его фамилию в списках, захороненных в братской могиле. От деда у нас сохранилась только фотография и два письма с фронта, написанных бабушке и детям. И вот уже 10 лет, каждый год, 9 мая, мы всей семьей приезжаем на братскую могилу под Оржевом, где захоронено почти 10 тысяч советских солдат, чтобы побыть рядом с теми, перед кем мы в долгу. Мы долго искали тебя и нашли, и ты всегда в нашей памяти. Наш дорогой дед и для нашей семьи – это настоящий герой, отдавший свою жизнь за нашу Родину, старший сержант Красной Армии Галиула Ибрагимович Ибрагимов. Я помню, я горжусь, служу России. Полковник полиции Айрат Валеев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова